Штормовое предупреждение на выходных объявлено из-за сильного ветра. Жара между тем не уйдет. Республика останется в теплой воздушной массе. В субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем до 27 с плюсом. В воскресенье погоду в Беларуси будет диктовать атмосферный фронт, перемещающийся с Украины. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. За окном будет 23. Если верить прогнозам синоптиков, то эти выходные – самый оптимальный способ устроить уикенд на природе и насладиться последними теплыми денечками. Уже с понедельника градус термометра плавно начнет опускаться, а частые дожди напомнят, что лето прошло. Тропический шторм «Долфин» принесет сильные дожди на северо-восток Японии. Такие прогнозы делают местные специалисты. Стихия все еще может обрушить проливные дожди на стихоокеанские прибрежные регионы северо-восточной части страны. В этих районах действует предупреждение об угрозе оползней, высоких волн и сильных порывов ветра. Сильные дожди вызвали наводнения в индонезийской провинции Западная Ява, в том числе в столичном огрубе Джакарте. По меньшей мере, два человека погибли, еще 20 получили травмы. Повреждены свыше 300 домов и 10 мостов. Природное бедствие последовало за серией наводнений, в которых в сентябре пострадали несколько провинций страны. В субботу в Бобруйске будет светить солнце. К вечеру небо затянут облака, максимально воздух прогреется до 25 выше нуля. В воскресенье температура слегка опустится на 4 градуса. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду. Ближе к ночи напомнит о себе осень. За окном пройдет дождь. Максим Кембель, Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.